В Кустанае в этом году возведут 22 коммерческих и 7 бюджетных многоквартирных домов. Также масштабные строительные работы власти планируют провести в районе Наримановского рынка. Площадь проектируемой территории составляет порядка 180 гектаров. Специалисты уже приступили к расчету размещения социальных объектов. Об этом в следующем материале. Строительный сезон стартовал в Кустанае. Всего в городе планируют возвести 22 коммерческих и 7 бюджетных многоэтажек. В областном центре разработан и утвержден 21 проект детальной планировки и 4 проекта застройки на общей площади 2500 гектар. Масштабную работу власти проведут и в районе Наримановского рынка. Пока определены границы территории. Проектировщики рассчитывают размещение социальных объектов двух детских садов и двух школ. Планируется строительство подстанции, которая позволит обеспечить микрорайон бесперебойным электроснабжением и снизить нагрузку на электроподстанцию Южная. По плану для организации мест отдыха на данном участке предусмотрена рекреационная зона, необходимость обустройства которой в том числе обусловлена чрезвычайной ситуацией, возникшей в результате паводка с целью минимизации в будущем угрозы нормальной жизнедеятельности населения. Если коротко, есть необходимость вывода жилого сектора с данного участка города и обустройства там парковой безопасной зоны. Также специалисты напоминают, что по закону строительства объектов без получения разрешительных документов запрещено. На строительных площадках должны быть соблюдены все меры безопасности, предупреждают эксперты и жители города. Далевое участие в жилищном строительстве организуется одним из следующих способов. Получение гарантии единого оператора, участие в проекте банка второго уровня, привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома. Местные исполнительные органы областей городов областного значения в сфере долевого участия в жилищном строительстве выдают разрешение на привлечение денег дольщиков. Запрещается привлечение денег физических и юридических лиц для строительства многоквартирных жилых домов иными способами. Между тем, нарушение застройщикам, уполномоченной компанией требований законодательного акта Республики Казахстан о долевом участии в жилищном строительстве влечет штраф на юридических лиц в размере 300 месячных расчетных показателей. Застройщикам и предпринимателям необходимо учитывать разработанный дизайн-код города. Следует обратить внимание на цвет и отделку фасадов, входную группу, дизайн элементов, благоустройство, озеленение, вывески и рекламные конструкции. Еще один проблемный вопрос озвучил Аким города. Мараджин Дубаев считает, что парковочных мест в новых микрорайонах недостаточно. Строить у нас в центре города, вот сейчас жители обращаются, тысячу раз сидит Иван Васильевич, кстати. Вот сейчас, пока парковочные места он не решит, он в дом не ведется, имейте в виду. Это для застройщиков сразу говорю. Так получилось, вот сейчас разбираемся, да. Пока вот у него не будет достаточно парковочных мест, он введен не будет. Об этом мы уже договорились. Это касается всех. На Римановку далеко не надо ходить. Вот БК «Строй» тоже Игорь Романович здесь находится. Вот в свое время застроили, парковочных мест нет. Стесненные обстоятельства. Теперь мы вынуждены бюджетами идти, расширяем Фролова, убираем зеленку для того, чтобы было больше парковочных мест. Точно так же на Римановскую улицу пойдет у нас. Не пойдем мы до Баймагометова. Это уже вынужденная мера. Ну, в принципе, город и растет. В городе объявлен двухмесячник по санитарной очистке, подчеркнули в городском Акимате. Специалисты призывают жителей областного центра, общественников, сотрудников организаций и предприятий проявить активную гражданскую позицию и присоединиться к данной экологической акции. Айдана Папанина, Руслан Джабаев, телеканал Кустанай.